Офицерская семья во все времена считалась примером прочных отношений и взаимного уважения. Однако секрет супружеского счастья у каждой пары свой. Ольге Евгению Шутко удалось стать друг для друга источником вдохновения и в жизни, и в службе. В гостях у финалистов конкурса «Семья. Кристалл. Общество» побывали наши корреспонденты. Любовь, которая родилась на сцене, так говорят о своих чувствах Ольга и Евгений Шутко. Талантливая вокалистка получила приглашение работать в военной академии, еще будучи студенткой. Евгений был одним из самых активных курсантов факультета ПВО. Супруги познакомились на смотре самодеятельности и с тех пор поют в унисон. Меня восхитило больше всего ее поведение на сцене. Она на сцене себя показала так, как будто она там живет, и это ее. Мне больше всего понравилось, когда она выступала в народном костюме. Этот голос, это просто как у соловья. Это чудо просто. Времени на свидание у молодой пары не было. Узнать друг друга лучше помогла любовь к музыке. Совместных репетиций оба ждали с нетерпением. Я все время учился. Она тоже училась, параллельно работала. И наши встречи происходили только на репетициях. Я, конечно же, всегда ждала, глядя на двери, когда же войдет он. Тот, который действительно меня зацепил, который тонул в мое сердце. Поэтому всегда был какой-то момент ожиданий. И какая-то грусть наступала тогда, когда, например, он заступал в наряд. Или по каким-то причинам учебным просто не мог посетить репетицию. Но даже в момент, когда я заступал в наряд, перед нарядом я все равно прибегал в клуб, чтобы посмотреть, показать себя и обратно убежать, готовиться к наряду. Свадьба, выпуск, назначение в зенитную ракетную бригаду в Борисове. Евгений – начальник расчета ЗРК ОСА. Ольга знакомит с белорусской культурой и искусством иностранных курсантов военной академии. Жизнь на два города молодую пару не пугала. И хотя времени на общение оставалось немного, старались поддерживать друг друга во всем. Ну вот буквально недавно нам такая вот честь выпала, когда муж представлял свою боевую машину, зенитно-ракетный комплекс, на юбилейном параде. И нам все-таки пошли на встречу, вот, спасибо, и выделили нам общежитие. Поэтому на протяжении всего парада мы находились вместе, рядом, потому что все-таки тоже сложно было ему постоянно с тренировок поздно возвращаться. Представлять в конкурсе «Семья Кристалл общества ВВС и войска ПВО» Шутко согласились не сразу. Евгений сутками пропадал на службе. Но посовещавшись, решили, что упустить возможность выйти на сцену вместе просто не могут. Мы когда на сцене вместе с ней, мы боремся. Даже когда мы вместе выступаем, мы стараемся друг друга лучше быть. Она получше там, я получше здесь. И то же самое мы в тот момент боремся с другими командами и с собой. И то у нас сближает. Все-таки этот год юбилейный. Мы решили все-таки поддержать эту традицию и показать о том, что мы тоже помним, чтим. Не сговариваясь, в финале конкурса офицерские семьи пели, читали стихи о войне, вспоминали сражавшихся на фронтах дедов и прадедов. Я офицер, где с самого детства чувство патриотизма, гордости, мужества, достоинства дети это видят и слышат. И в этом году на конкурсе пары справились с задачей донести до телезрителей и зрителей в зале чувство гордости жены офицера, чувство значимости в службе, участие жены в жизни мужа. Несомненно, что в этом году основной лейтмотив, и вы заметили, всех конкурсов, это было 70-летие победы. И каждая семья индивидуально по-своему переживала это, представляла это. Поэтому жюри было очень трудно, но я уже говорил семьям-победителям, нет побежденных, нет победителей. Победила любовь, семейные ценности победили, победили те узы, которые связывают эти семьи. И я уверен, что вот эти минуты, которые ребята провели здесь на сцене, они еще более сплотили их семьи. Титул «Молодая семья года» супруги Шутко воспринимают как маленькую совместную победу. Ольга и Евгений уверены, что в жизни их пары мажорных нот будет еще много. Главное быть рядом, всегда и везде. Редактор субтитров А.Семкин